Разойдитесь на полтора метра. Перед школой небольшая очередь. Новые требования Роспотребнадзора к проведению ЕГЭ. Дистанцию, в отличие от магазинов, здесь старались выдерживать. Впрочем, ребят это не особо смущало. За три месяца пандемии к маскам, перчаткам и обработке рук привыкли. Это обыденность. Это, я думаю, должны каждый экзамен делать. Потому что люди собираются в одном месте, в одном помещении. И риск заболеть любым вирусом, каким возможно было, все-таки существует. И тот факт, что ЕГЭ пришлось ждать больше месяца, тоже многие относят к плюсам. Было время подумать и более углубленно что-то изучить. Те моменты, в которых у меня были пропуски, там всякие ошибки допускались. В самой школе стойкий больничный запах. Собственно, и выглядел процесс как прием у врача. По нормам в одном пункте проведения ЕГЭ должно находиться максимум 180 сдающих и 70 проверяющих. Сегодня от тех и других меньше половины. Но для всех приготовили 300 флакончиков антисептика и еще 30 литров разливного. Перчатками пользовались только педагоги. Маски для учащихся по желанию. Находиться в них несколько часов сложно. Можно и без маски. Это решение принимает семья. А в маске ребенок должен находиться в пункте проведения экзамена или без маски. На случай, если у кого-то из сдающих повышена температура, в пункте проведения ЕГЭ есть изолятор и доктор. Кстати, из-за стресса одной из выпускниц пришлось провести у изолятора больше получаса. Девочке было большое волнение. Поэтому температуру показывали там, где она переживает, там, где у нее уже активно работают мозги. Медики осмотрели ее. Нет никаких признаков. Ребенок успокоился. Температура нормальная. Она пошла сдавать экзамен. А еще ведь предстояло пройти металлодетектор и подождать в классах, когда принесут задание. Честно говоря, очень хочется быстрее написать. Почему? Ну, просто уже так долго ждали. Хочется просто уже написать и уйти спокойно. Около 10 часов контрольно-измерительные материалы внесли в аудитории. Озвучили все правила и время пошло. На географию 2 часа, информатику 2,5. Пересдать экзамен в этом году разрешено лишь по состоянию здоровья. Ну, а следующий ЕГЭ общий, по русскому языку. Пройдет он уже в понедельник в том же режиме с термометрией, дистанцией, дезинфекцией. Такой уж он выпуск 2020. Забыть не получится. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует.